Эта лестница уже не ведет в санаторий Заря, но остается важной частью архитектурного комплекса, а через несколько дней станет украшением всего курортного проспекта. Впервые после долгих лет перерыва этот фрагмент отремонтировали накануне Олимпиады. Теперь стараются поддерживать в хорошем состоянии. Это можно сказать обо всей деятельности по благоустройству курорта. Перед зимними играми Сочи получил немало возможностей, в том числе финансовых, стать более комфортным. И речь не только о новых дорогах и развязках. Расчистилась площадь перед вокзалом. Появилась новая пешеходная зона на Новогинской. Сейчас после набережной это, пожалуй, самое популярное место для прогулок не только у туристов, но и у сочинцев. Тогда же было приведено в порядок 13 тысяч зданий. И этот процесс не остановился. С крыши дома номер 6 по улице Енисейской в Лао открывается прекрасный вид на море и горы. Но любоваться ему рабочих времени нет. Важно использовать каждую минуту хорошей погоды, чтобы сделать здесь ремонт. Замена полностью крыши, естественно, всех жалобов полностью, водостоков. Для того, чтобы максимально обеспечить крышу нашу в сухости, чтобы жителям, естественно, были довольны. Крышу меняют по программе капитального ремонта. Она уже помогла сделать ремонт в многоквартирных домах не только в Лазаревском, но и других районах курорта. Устанавливаются новые лифты и эргономическое освещение, обновляется энергооборудование. Заметно действие и другой программы по формированию комфортной среды. За последние полгода в Сочи появилось четыре новых парка и до конца года будет создано в два раза больше – в жилых микрорайонах. Каждый год в городе планируется обустройство, планируется строительство новых парков и скверов, строительство и ремонт дорог. И опять же хочу сказать, что наши горожане не остаются безучастными в этом. Мэр Сочи Анатолий Пахомов не случайно говорит о роли горожан в благоустройстве. Еще перед Олимпиадой около тысячи частных домов за короткое время отремонтировали сами собственники. Малоимущим помогли предприниматели. Вначале, как всегда, знаете, все это было очень сложно. Пути были очень трудными, много было всяких разговоров, негатива и так далее. Но в дальнейшем, судя по тому, что у нас делается, когда идет процесс, тогда люди идут навстречу. В этом году в Сочи продолжится не только ремонт домов, создание новых скверов. Около миллиарда рублей будет потрачено на приведение в порядок муниципальных дорог, в том числе межквартальных проездов и сельских трасс. Галина Моисеева, Телекомпания, ФКТ.